Девушки отдыхают Участников экспедиции «Кантики-2» никто забрать не может. Вертолеты так далеко не летают. Спасательное судно в этот район Тихого океана может идти несколько суток. Тем более, это не конец. Всего лишь очередной шестибальный шторм. Высота волны 5-6 метров. Плод, по ощущениям, вот-вот развалится. Но нет, он стоически переносит все удары стихии и бесстрашно скользит по волнам. 6 метров вверх, 6 метров вниз. Главное — не выпасть за борт. Плод все время движется вперед и развернуть его нельзя. На такой случай позади в воде болтался желтый приметный канат. Задача выпавшего — успеть за него ухватиться. Длина веревки 100 метров. Это расстояние плод проходит всего за одну минуту. Именно столько времени отводилось человеку на спасение. Экспедиция «Кантики-2» стартовала от побережья Перу. Два плота, 14 отважных мужчин и женщин. Романтиков, искателей приключений и просто тех, кому все наскучило. За 42 дня они добрались до острова Пасхи. В очередной раз подтвердили догадку легендарного тура Хейрдала. Инки путешествовали с востока на запад. Вторая часть экспедиции должна была доказать еще одно предположение. Древние мореплаватели могли также возвращаться обратно. Их плоты подхватывали течение в 40-х широтах и несли к родным берегам. Но пока это все теории археологов. Никто из современников на плоту не смог повторить этот маршрут. Продолжение следует... Контиковцы планировали добраться до ревущих, так обычно называют сороковые широты, к концу января. Именно там им обещали самые жестокие шторма, самый сильный ветер. Но Тихий океан показал свой характер раньше. Уже в середине января плоты попали в трехбальный шторм. На мореплавателей обрушились пятиметровые волны. Вода кругом, сверху дождь, в лицо летят соленые брызги. От гейла не спасал даже драй-сьют, непромокаемый и непродуваемый желтый костюм. Морские волки, бывалые моряки, знают о том, что шторм бывает только один раз в жизни. От штиля и легкого волнения 2-3 балла до шторма, который тебя не убивает, все называется гейл. Это ветер, при котором начинают звенеть канаты, при котором в обязательном порядке надо рифить парус или поднимать его слегка снизу для того, чтобы сбрасывать с паруса атакующую силу ветра. Иначе парус просто может сломать мачту, либо повредить конструкцию плота. Настолько этот ветер силен. Потом гейлы периодически повторялись. Им на смену приходило затишье. Плоты несколько раз разворачивало на запад. Из-за этого продвижение к сороковым широтам изрядно затянулось. Планировали оказаться там к концу января, но добрались только в середине февраля. Вревущие, как и положено, ворвались. Вот они, сороковые широты. Субтитры создавал DimaTorzok Мы должны прочно зафиксировать веревки, чтобы бревна держались вместе, не расходились. Может, нам потребуется еще одна дополнительная веревка, чтобы усилить эту конструкцию. Субтитры создавал DimaTorzok После таких бурь плот нуждался в основательном ремонте. Бамбуковые настилы перебирали каждый раз. Это отнимало массу сил и времени. По истечении второго месяца экспедиции палубу собирали уже из остатков. Часть материала была безвозвратно утеряна. Еще один такой феер, где-то срок, даже музея не возникнет в качестве экспоната. Могу же, что нас инвинировать бы забыли. Встречи с ревущими сороковыми хотели и одновременно боялись. Еще бы, если уж в 35-х, 37-х широтах такие волны и такие бури, что же будет там? Выдержит ли плод, справятся ли люди? К сороковым команды научились не просто управлять 30-тонными конструкциями. Их, что называется, чувствовали. Даже устраивали соревнования, за чью вахту больше пройдут. Если гуары хорошо выставить, тогда плод идет в нужном направлении. И приходится делать только небольшие корректировки вверх и вниз, как сейчас. Когда привыкаешь, очень удобно управлять. Но в начале было сложно. Когда участники экспедиции достигли сороковых широт, плоты провели в открытом океане уже около 4-х месяцев. Стихия прилично потрепала конструкции. Днище обросло ракушками. Они, будто трансокеанические путешественники, облепили бальцевые бревна. Колония подводных обитателей увеличивалась с каждой неделей. Снаружи плод тоже изрядно страдал от постоянной сырости. Зеленые склизкие водоросли мешали кантиковцам. Буквально за несколько дней бревна покрылись сильным слоем водорослей. Процесс произошел очень быстро. Существовала реальная угроза, можно было запросто поскользнуться. Ли Фарнесен, в один из погожих дней, решила навести порядок хотя бы у швертов. Водоросли образуются, когда температура воды выше 17 градусов. Это грозит разрушением нашему деревянному плоту. И к тому же здесь становится скользко, особенно когда несешь ночную вахту. А еще суровые условия океана тяжело переносила аппаратура. Несколько раз участникам экспедиции приходилось забираться на самый верх мачты и настраивать антенну или маяк. Делать это даже в относительный штиль на 15-метровой высоте было опасно. Техническое оснащение — это то немногое, что отличало современных искателей приключений от их предшественников, древних инков. Ученый Педро то и дело что-нибудь чинил. Соединения окислялись, горели микросхемы. У нас две разные системы на РАИ Титане. Во-первых, самый важный блок — электропитание. Он должен работать всегда. Второй блок поддерживает работу компьютеров, ламп, исследовательского пульта. У него второстепенная значимость. Мы в первую очередь должны уделять внимание локационной системе, чтобы все корабли могли нас видеть. В 40-х рулевым пришлось применить все свои умения. Нужно было идти в строго ограниченном коридоре. Возьмешь немного южнее, нарвешься на восточный ветер и придется лечь в дрейф. Сместишься на север — попадешь в зону штиля. Левущие широты иногда превращались в зеркальные. Это испытание было пострашнее крепкого гейла. В условиях штиля, зеркального океанического штиля, замирает все. Не шелохнется ни парус, не шелохнется ни одна веревка. И гладь, океаническая гладь воды сливается с горизонтом, переходя в небо. Небо отражается в океанической глади воды и стирается линия горизонта. Ты не можешь увидеть линию горизонта, потому что она одинакового цвета с небосклоном и с водой. И это психологически настолько ужасно, что мы начинали иногда раскачивать плод для того, чтобы понять, что мы живые в этом безликом и опустошающем пространстве океана. Иногда мы даже пытались прикормить акул для того, чтобы они своими плавниками разрезали, как консервными ножами, водную гладь, чтобы мы поняли, что мы не одни. Кривущим широтам мореплаватели научились наглас определять, какие волны опаснее. Высота не проблема, главное длина. Если гребни идут не один за другим, то плод просто покачивается вверх-вниз. К такому быстро привыкаешь. Беречься следовало. Коротких волн. Они постоянно бились о борт, осыпали брызгами экипаж и разбивали палубу. Те, кто участвовал во второй части плота, они абсолютные герои. Мы так. Какая-то тургруппа была по сравнению с ними. А они попали в такие переделки. У них, во-первых, условия были чудовищные. Платы были уже измотаны, потрепаны. Снасти ослаблены, палуба была разбита. Это другое направление ветра. Потом волны были совершенно другие, другие ветра. Было холоднее. То есть это люди, которые совершили геройский поступок. Вот эти волны медленно, очень уверенно и как-то так самодостаточно, набирая свою мощь, идут на тебя. А ты за этим всем наблюдаешь с плота. Он очень маленький. И в какой-то миг волна, нарастающая и закрывающая небо над тобой, закрывает часть этого неба. И в этот момент закрывает вот этот собственный ветер. И наступает полная тишина и безмолвие. Вот здесь становится действительно очень страшно. И в этот момент ты соглашаешься внутренне, что сейчас ты умрешь. Но это какой-то короткий миг. И вот этот плод, взбираясь на волну, ее преодолевает. В какой-то миг ветер отрезает верхушку этой волны. И кусок воды размером с бассейн, да, вспененный, летит в тебя. И это здорово отрезвляет, здорово снимает вот этот страх и настраивает тебя на следующее ожидание. А следующее ожидание – это бездна. То есть ты скатываешься с этой волны, плод разгоняется иногда даже до 9 узлов, что для этой конструкции 30-тонный. Очень большая скорость. Это даже для яхты большая скорость. И скатываясь с этой гигантской волны в эту впадину, он скатывается только для того, чтобы начать восхождение на новую. До 40-х океан давал кантиковцам возможность передохнуть и перевести дух. В ревущих гейлы следовали один за другим. Погода менялась по нескольку раз на дню. Еще с утра светило солнце, днем уже разыгралась стихия. Волны разносили в клочья палубу, а ветер пытался сломать мачту. Чтобы ее сохранить, нужно было вовремя рифить парус. В ревущих постоянно дул штормовой ветер. Но не всегда западный, нужный. В такие моменты парус убирали совсем. Плод дрифовал. Когда ситуация менялась, команда снова поднимала тяжелую конструкцию и опять рифила. И так бесконечно, пока оставались силы. Это настоящая командная работа. Вообще-то люди проводят вместе по 20 лет, чтобы так сработаться. Так однажды в условиях ночного шторма, при огромных волнах, ветре, пронизывающем до костей, дожде, мы выполняли какую-то работу на палубе. Я спросил моего коллегу, океанографа Педро, нервно спросил. Слушай, ну что ты меня все время спрашиваешь, каждые 15 минут? Все ли у меня в порядке? На что вот горячий мексиканский парень с улыбкой, дружелюбной улыбкой на лице мне ответил. Ты знаешь, доктор, я хочу знать, что у тебя все в порядке. И тем самым самому себе повысить настроение. Вот такая дружелюбность, человечность и открытость, вы знаете, она обязывала, обязывала взаимностью. Одной из научных задач «Кантики-2» было изучение феномена Эль-Нинья. Обычно в это время года в Тихом океане в разных его частях наблюдаются разные температуры. На востоке вода холоднее, на западе теплее. Соответственно, различается атмосферное давление, а это вызывает пассаты, устойчивые ветра. В районе 40-х широт – западные. В годы Эль-Нинья разница минимальна, потому привычные схемы рушатся. Кантиковцы не угадали со сроками экспедиции. Не учли одного явления, которое знали древние инки. Раз в 4 года феномен Эль-Нинья, тот феномен, который рождает цунами, ураганы и вот эти гигантские волны в океане поворачивают ветра вспять. И, надеясь получить устойчивые западные ветры, именно в високосный год мы получили устойчивые восточные. Одна из целей экспедиции – это технический эксперимент – состоялся в двойном смысле. Почему? Плоты прошли огромное расстояние. Две трети пути мы прошли не только против течения, но и против ветра. Да, петляя, да, кружа. Но ведь прошли в заданном направлении. Мы шли на восток, и мы приблизились к этому востоку на две трети намеченного пути. Если бы эта экспедиция прошла годом ранее или прошла бы годом позже, она бы состоялась точно так, как задумывали организаторы. Именно из-за Ильниния, даже достигнув с большим трудом сороковых, плоты Рая Титана и Тупак Юпанки так и не поймали нужного устойчивого западного ветра. Конечная цель чилийский порт Вальпараиса оставался бесконечно далеким и через два месяца плавания. 60 дней в океане – критическое время для человеческого организма. Происходит перенастройка иммунной системы. Обострение хронических заболеваний, заболевания сердечных сосудов, системы гипертонической болезни, психические расстройства. Если имеют депрессивное состояние, депрессии, они тоже могут обостриться и вылезть неконтролируемое поведение, например. К этому надо быть готовым. Все запасы воды и еды были рассчитаны на 11 недель путешествия. К середине марта провизия начала заканчиваться. Перешли на режим экономии. Суточную норму пересчитали в очередной раз. Люди не голодали, но для тяжелой работы нужно полноценное питание. Одной лишь рыбой сыт не будешь. В 40-х заметно усилилась усталость экипажа. Элементарно не хватало пресной воды. Употребление в пищу морской воды существенно концентрирует соли. А, как вы знаете, на плоту были возрастные участники. И я опасался развития мочекаменной болезни, приступов мочекаменной болезни, которые могли себя проявить, особенно в условиях нарастающего холода. Но, тем не менее, люди как раз выдержали. Слабым местом оказались канаты плота. За несколько месяцев соленая вода их попросту разъела. Они превратились в труху. 16 марта стало роковым для «Кантики-2». За сутки до этого разыгралась настоящая буря. Шторм нанес большой урон плотам. Палубу разнесло. Тяжелые ящики едва не смыло за борт. А рано утром на тупак Юпанке упал парус. Экспедиция закончена. Это конец. Это случилось именно в 40-х. По иронии судьбы, тяжелая конструкция чуть не придавила создателя плота. Ула Боркфьорд как раз стоял на кухне, заваривал кофе. Только чудом он успел отпрыгнуть и спрятаться между ящиками. «Кулу сидел вот на том месте. И на него упал парус. Он успел прыгнуть вот сюда, вперед, вот сюда вот, между коробок и спрятаться от него. Удивительно. Спокойный, как танк». До берега 1200 морских миль. Это свыше 2000 километров. Восстановить парус в условиях открытого океана невозможно. Руководитель экспедиции Таргейр Хигров принимает решение прекратить эксперимент. Экипаж готовится к эвакуации. Это последний закат экспедиции «Кондики-2». Точничная. Желанные сороковые, которые должны были помочь достичь цели, не оправдали надежд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok